добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели сегодня у нас 5 октября и сегодня мы начинаем наш эфир с того что я хочу объявить что у нас на связи город нью-йорк и два человека первые из них кому мы посвящаем нашу программу это валерия коренная валерия коренная актриса автор и исполнитель песен поэт ведущая теле и радиопрограмм окончила школу-студию мхат работала актрисой в театре сатирикон имени райкина и в театре имени станиславского работала на радио wmnb поэтому свободно себя чувствует в эфире интернет-портала радио центра сан-гейт в чем мы сейчас и убедимся также радио эра на телевидении wm rb последние 13 лет на телевидении rtn ну и второй человек это независимый журналист из нью-йорка ярослав беклемишев я просто хотел немножко так вот буквально фактически поправить что валерия коренная это не только журналист это не только поэт это не только бард это в принципе какая-то эпохальная система на сегодняшний день в средствах массовой информации нью-йорка и всей америки вот и поэтому в принципе через валерию коренную как бы переваливается но немного эпоха того что мы хотели делать того что мы хотели сделать и того что мы в принципе сделали в русскоязычном эфире нью-йорка можно вместо здрасте скажу пока ой здрасте здравствуйте здрасте или ой валерия рад приветствовать вас в эфире интернет портала радио центра сангетти спасибо большое миша первое что хочу сказать будучи актрисой и человеком который всю жизнь практически уже страшно сказать 40 лет имеет дело со средствами массовой информации не верю говорил станиславки посмотрев на фотографии валерия коренной который у меня прямо перед глазами на более youtube не верю вот хотите сейчас поверить сейчас я скажу одну фразу и вы сразу поверите так это было 40 лет назад когда я пришла впервые на радио но тогда это было всесоюзное радио вещали мы на триста двадцать миллионов человек ровесники передача для старшеклассников здравствуйте у микрофона валерия коренна вот такой у меня был тогда голосов отлично здорово здорово я я только могу тебе напомнить одно проветание у эфиры программа крок все это было на белорусском языке ну так понятно ну так тогда валера расскажи о том что как это с чего начиналось и вот так сказать эпохи эпохи вот творчества творческие эпохи ну смотрите во первых сегодня пятое число как вы сказали 6 октября я стал вы в прошлом живете я в прошлом у нас настоящим у нас как раз звучит девочка из прошлого поэтому наверное да верно она я не знаю как слышно ли нас в эфире нашим радиослушателям и эту песню но вроде бы она должна звучать но вот не знаю не знаю но в режиме skype она точно не звучит и она не может звучать но она звучит надеюсь в эфире поэтому девочка из прошлого это та самая валерия коренная которая является автором и исполнителем этой песни но мы наверное начнем все-таки раньше то что было 40 лет назад и будем двигаться вперед давайте я как конечно попробую ложится в столь короткий промежуток времени я сжимаю жизнь последнее время я думаю что многие из нас делают то же самое осознанно это или нет это другой вопрос но чем дальше бегут годы тем больше они сжимаются они как бы концентрируются они превращаются в какой-то сначала пунктир а потом наверное уже такие точечные моменты по крайней мере для меня так да начинала я действительно 40 лет назад я вот в этом году практически праздную юбилей мне было 13 лет поэтому возраст я свой не скрываю высчитывается легко мне будет через шесть дней 53 самой не верится чувствую себя лет на 36 не больше этом остановилась и тогда в 13 лет я прошла конкурс на всесоюзном радио и меня взяли программу ровесники я работала с удивительными людьми игорь васильевич дубровицкий журналист игорь мироненко и его вела вела очень много программ с севы абдуловым тогда была такая система в этой программе ровесники один ребенок то есть я ведущая и артист артист как правило известный или журналист вот в качестве известного артиста много-много лет ровесники вел со мной рядышком у микрофона сева абдулов это были мои потрясающие удивительные времена это был колоссальный урок мой и жизненный урок и профессиональный я конечно безумно благодарна судьбе что мне была предоставлена такая возможность вообще добровицкий это классика журналистики на самом деле классик классика такой легкой шоу журналистики скажем так да совершенно верно он многому нас научил потому что мы-то были дети и мы впитывали это и конечно когда ты сидишь рядом у микрофона с мастером где это часто уже ты шелестишь бумажками в эфире это уже нашему уху стало привычно или у тебя слюна висит на кончике языка это тоже уже привычно к сожалению тогда была другая школа и мы учились по-другому невозможно было представить себе чтобы раздался какой-то посторонний звук в эфире ну а ты видишь как странно образуется журналистская судьба потому что я как бы поступил на факультет журналистики в 16 лет мой первый опыт журналистики был где-то тоже лет в 14 за счет чего и поступали собственно потому что нужно было сдавать свои работы для этого дела чтобы стать журналистом до как бы доопытной работы скажем так вот и потом а потом что потом два курса потом армия потом война потом всякое безобразие которое творится может поэтому я стал именно с таким направлением политического журналиста хотя наверное хотелось бы по-другому хотелось бы писать разумным добрым вечным правда а почему а что тебе мешало если ты хотел ты же занимался вроде как любимой профессии да почему ты не мог изменить направление но я до сих пор занимаюсь любимой я могу изменить направлении но не хочется я могу перед собой отвечать правильно да конечно я моя я в любую секунду могу изменить направлении абсолютно то есть в любую сторону в любом векторе но тем не менее мне хочется так уже но раньше вы нуждали обстоятельства да да мы к сожалению люди зависимые от обстоятельств и журналистико и актерское дело и актерской профессии то есть актерская профессия в большей мере конечно зависима и я это всегда понимала поступив школу студия мхат я конечно прекрасно понимала что меня ждет и какая зависимость но до школы студия мхат была была еще щукинское театральное училище я училась на курсе Катин Ярцева, был очень хороший курс, но я после первого курса, будучи 17-летней девочкой и не понимая всю ответственность от того направления жизни, которое я выбрала, я решила уйти после первого курса, потому что мне стало скучно, мне хотелось, видимо, какой-то другой жизни. Я примерно понимаю, я ушел с четвертого, когда кинул комсомольский билет, потому что мне хотелось больше этим всем заниматься, будучи секретарем комитета комсомола факультета журналистики БГУ. Какое страшное ты сейчас сказал слово, секретарь комитета комсомола. Честное слово, было такое черное пятно у меня в биографии, но мне тогда казалось, что комсомолам можно как-то все лучше переделать. Ты сейчас осветлил это черное пятно, признавшись. Когда я понял, что это невозможно, я кинул билет, это был совершенно дикий скандал на всю Республику Беларусь, потому что секретарь идеологического факультета кидает билет комсомольский. Это был смертельный номер просто. Я в комсомоле не была, я была там буквально полгода. С чем я тебя и поздравляю. На втором курсе меня заставили уже в Амхате. Короче говоря, ладно, это уже, наверное, не так интересно, потому что это было давно. Но потом я все-таки через год после того, как я ушла из «Щуки», я решила, что актерская судьба, наверное, это моя. Но я сказала себе, я имела право на восстановление, но я сказала себе, я буду поступать по новой. Конечно, это было безумие, потому что 180 человек на место конкурс. Это безумие. Это безумие, да. И я сказала, я поступлю-поступлю. Не поступлю – не судьба. Значит, не буду этим заниматься. Вообще-то я хотела быть филологом изначально, но я понимала, что с моим проходным баллом мне филфак в МГУ заказан, и такого просто быть не может. И я решила поступать. Ребята, случаи происходят уникальные. Программа у вас, Миша и Ярик, в общем-то, о душе. Не только о душе. И о знаке судьбы, я бы сказала. Вот знак судьбы мне был дан совершенно удивительный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова